Спасибо, что привели своих детишек. Это вселяет в нас уверенность, укрепляет наши силы, придает нам какой-то смысл тому, что мы делаем. Мы много уже посетили населенных пунктов и сел, и городов, районов нашей страны. Проблемы практически везде похожи. Мы сейчас ехали, обменивались впечатлениями с коллегами нашими и уже на первый взгляд даже заметили, сколько сложностей очевидно есть в жизни тех людей, которые здесь проживают. Это видно невооруженным взглядом. Видно, что и с дорогами есть проблемы, и с водой, очевидно, есть проблемы. Наверное, все непросто и в плане правопорядка. Не только в вашем селе, и в других населенных пунктах, и в других селах проблем предостаточно. Всех волнует вопрос о том, что будут ли сделаны наши дороги. Водопроводные трубы у нас везде в ужасном состоянии. Хотелось бы это увидеть. Каждым разом мы надеемся на то, что это нам сделают, что легко будет добираться. Но результатов пока никаких. Общий экономический упадок, который мы наблюдаем во всей Абхазии, не может нас не заботить. Я был военный, служил, служил, как принято говорить, в дальних гарнизонах, далеко отсюда. Занимался борьбой с терроризмом, с бандитизмом. Это была моя профессия. Но какой-то день она для меня изменилась. Однажды меня спросили, как вы себя чувствуете? Чувствую себя как призывник. Призывник, которого призвали на новую работу. Сейчас я вижу, исходя из того, что мы ездим, наблюдаем, какой огромный фронт работы предстоит тому, кого вы изберете. И эти все задачи, они будут приоритетными. Это дороги, это водоснабжение, это оказание помощи вот таким маленьким детям. Буквально сегодня обсуждался вопрос у нас в штабе об оказании помощи детишкам, которых родители сейчас собирают в школу. И отсутствуют возможности для того, чтобы эти дети были, у них были учебники, у них были портфели. Это просто огромный, вот такой, прям вот как лавина, сумасшедшая такая лавина проблем и задач, которые имеют место быть. Я и Олег Мусасович приняли такое решение, что мы возьмемся за это дело. Шаг за шагом мы будем идти вот к этим намеченным целям, которые вы вот сейчас в данном случае определяете. Определяйте дороги и все остальное. И я очень хочу надеяться, что по окончании вот того срока, который нам будет отпущен, вы будете удовлетворены. И вот избирая новых президентов, вы будете ставить пример вот то, что получилось. Точно так же, как ставят пример правление Александра Анхват всем остальным, кто за ним последовал. Аплодисменты.